Здравствуйте, с вами Евгений Карташов и в этом уроке я расскажу об одном из способов коррекции цвета кожи или как его принято называть на профессиональном жаргоне обработчиков, ретушеров, фотографов, скин, тон. Часто, если фотография сделана в пасмурную погоду, цвет кожи выглядит не очень привлекательным, вот таким бледноватым, с недостаточной насыщенностью. Как же нам избирательно отрегулировать тон кожи? Можно, конечно, воспользоваться инструментом кривые, но для начинающих он слишком сложный. И поэтому проще воспользоваться другими инструментами целевой корректировки. Мы будем пользоваться корректирующим слоем выборочная коррекция цвета или как он называется в английской версии Selective Color. Сначала я расскажу небольшую теоретическую часть, чтобы вы имели представление, как работает этот инструмент и по какому принципу корректируется цвет кожи, да и любой другой цвет. Для этого я подготовил вот такую картинку, залил ее стандартным цветом кожи. Это стандартный памятный цвет. Его значение в модели RGB 234, 178, 146. Это усредненный цвет кожи человека белой расы. Теперь, для того, чтобы нам корректировать этот цвет, я создам корректирующий слой выборочная коррекция цвета. Вот он. Вот так выглядит его диалоговое окно. В чем принцип коррекции цвета с помощью вот этой команды? Здесь для каждого цвета есть 4 регулятора. Голубой, пурпурный, желтый и черный. Если мы сдвигаем голубой влево, мы прибавляем противоположный цвет, то есть красный, уменьшая количество голубого. Если голубой сдвигаем вправо, то мы увеличиваем его количество. Дело в том, что для каждого цвета есть свой чистый и загрязняющий тон. Например, для красного цвета чистый тон – это красный, а загрязняющий – это голубой. Смотрите, что произойдет, если я буду изменять количество голубого цвета. Если я сдвигаю регулятор влево, смотрите, цвет становится более сочным. Если я сдвигаю регулятор вправо, цвет становится менее сочным. Это хорошо видно, если я включу абсолютную коррекцию. Но для изображения обычно применяется относительное, потому что она действует помягче. Вот видите, если у нас вот так скинтон будет более ярким, сочным, то если в изображении избыточное количество голубого, скинтон уже будет вот таким, то есть какого-то землистого, не очень здорового цвета. чтобы исправить эту ситуацию, нужно добавить чистых цветов в скинтон и убавить количество загрязняющего цвета. То есть в данном случае и вообще скинтон состоит из красного и желтого цвета. Красного значительно больше, чем желтого, и получается такой красновато-оранжевый цвет, который и называется цветом кожи или скинтоном. Если у нас получился цвет слишком красный, мы можем прибавить немножко желтого, вот таким образом. Если слишком темный цвет, можно убавить количество черного. И таким образом мы можем настроить скинтон. Аналогично и в желтом диапазоне цвета. Загрязняющим будет голубой. Можно здесь прибавлять или убавлять желтый цвет. Если мы будем убавлять желтый цвет, у нас добавится синий и скинтон станет более красного цвета. Вы можете также создать экспериментально себе вот такую картинку и подвигать регуляторы, посмотреть, как они действуют, чтобы иметь об этом представление. И аналогично черный цвет, он отвечает за яркость. То есть, прибавляя, мы делаем цвет более сочным. Убавляя черный цвет, делаем цвет более бледным. Для того, чтобы вернуть регулятор в исходное положение, нужно дважды щелкнуть на его название. Либо можно сбросить все значения вот этой кнопкой. Теперь перейдем к нашей картинке. Создаем корректирующий слой. Выборочная коррекция цвета. Можно щелкнуть вот здесь. И он у нас автоматически создается. Теперь уменьшаем количество голубого. Лучше переключиться здесь на относительную коррекцию, чтобы действие было помягче. Значение ставим примерно минус 80, минус 90. Точнее, от 70 до 90. Лучше сделать коррекцию более выраженной, более избыточной, чем это нужно. Чем затем возвращаться и что-то подправлять. Проще изменить непрозрачность слоя. Прибавляем здесь немного желтого. Нужно смотреть по изображению, как оно у нас меняется. И можно также прибавить немного пурпурного цвета. Добиваемся таким образом нормального вида скинтона, но слегка перенасыщенного. Черный регулятор мы можем сдвигать либо влево, либо вправо. В зависимости от того, что нам надо. Затемнить или осветлить скинтон. В данном случае я бы его немного притемнил. Теперь переходим на желтый цвет. И работаем аналогично. Убираем противоположный оттенок. Но здесь не будем слишком агрессивно действовать. Примерно вот так. Поработаем с пурпурным регулятором. Пурпурный помогает, когда на лице есть противоположный оттенок. К примеру, зеленый. Он позволяет нейтрализовать его. Так как пурпурный цвет противоположен зеленому. Давайте немного прибавим. Также добавляем слегка желтого. У нас должен получиться вот такой оранжеватый скинтон. Зеленый цвет мы здесь трогать не будем. Хотя тоже можно посмотреть, что будет меняться. Я бы чуть-чуть опять притемнил. Теперь, когда мы выполнили настройку, переходим в панель слои. И регулируем здесь непрозрачность. Смотрим, что было и что стало. Если у нас где-то чрезмерно поменялся цвет, это не проблема. К корректирующему слою по умолчанию всегда прикрепляется маска. Можно взять черную кисточку непрозрачностью 100%. И, к примеру, мазнуть вот здесь, в районе уха, которое попало здесь на передний план. Чтобы оно своей насыщенностью не отвлекало внимание. Вот смотрите, без маски оно стало оранжевым. А с маской мы вернули ему исходный цвет. И также здесь можно при желании пройтись по волосам, если не хотите, чтобы менялся их оттенок. Но не затрагивая кожу. Таким образом, мы с вами откорректировали скинтон и сделали его более ярким и насыщенным. Как правило, человек подсознательно лучше воспринимает фотографии, где у людей здоровый, яркий цвет кожи. Если будут слишком такие натуральные цвета, которые фиксирует камера, это может не всем понравиться. Поэтому принято немного повышать насыщенность именно таких тонов. На этом урок закончен. С вами был Евгений Карташов. До встречи на следующих уроках.